Около 60 переселенцев покинули санаторий Куяльник. Уехали за свой счет в другую здравницу Святые Горы, что недалеко от Славянска. Люди не дождались 15 октября, когда им должны были официально помочь с транспортировкой. Представители облагосадминистрации считают такой отъезд политической манипуляцией, а сами квартиранты Куяльника называют условия проживания просто невыносимыми. Они приехали сюда из Макеевки, Попасной и других оставшихся под обстрелом территорий. У одних проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у других со зрением. Есть люди в возрасте за 70. Дирекция периодически отключает в здании электроэнергию. Свет вернули только к приходу журналистов. На условиях были созданы такие тяжелые отключения света, воды и лифтов. И люди просто бежали, покупая билеты за свои деньги. Прозвучала фраза о том, что пусть ночуют под мостом. У меня разрушены суставы, и я могу вставать, но, к сожалению, ходить я не могу. То есть, на самом деле, люди, которые приехали, они вообще не вставали, они заходили сюда на руках в туалет. В их временном жилье нет тепла. На 15 этажей всего 4 кухни. Холодильник позволяют использовать только для инсулинозависимых. Хранить там продукты нельзя. Горячую пищу переселенцы давно не ели. Когда мы вчера просили, были обесточены, дети до обеда были голодные, они сказали, ваши дети имеют право только чайником пользоваться. Все. Если мы даже увидим, что переноска протянута в вашу комнату, мы автоматически выключаем свет. Лифты включают очень редко, и теперь те люди, что передвигаются на колясках, не могут спуститься на первые этажи так часто, как того хотелось бы. Это хорошо, сегодня включили лифт, и я выехала. А так никак. А так вы фактически изолированы там наверху. На 4 стены все. Никак. Руководство здравницы подтверждает, что условия в санатории буквально на выживание. Подчеркивают, многоэтажка в аварийном состоянии. Есть предписание ГСЧС. Корпус эксплуатировать очень опасно. Лифты могут рухнуть в любой момент. Помещение холодное. Нет отопления. И не предвидится даже, чтобы на зиму было бы отопление. У нас экономически такой возможности нет уже. Что касается питания. Нет, мы их не кормим, они сами. Сейчас многим переселенцам непонятно и с оплатой. Говорят, их так и подводят к теме – заплатить за жилье. Мы так и не получили, за что мы должны платить, но цена уже в июне была озвучена 2000. Мы оплачиваем это, но оплачиваем это без договоров. Кто-то не может выехать из Куяльника по состоянию здоровья. Например, этой девочке в коляске нужны постоянные массажи, чтобы растягивать сухожилия. А Алене Титовой скоро рожать. Направляют борщи, направляют все это в горст. Но дело в том, что я, например, я беременная девушка. Как вот заметно, да? Мне нужна больница. Я в борщах, там нет ни больницы, ничего нет. Людям, попавшим в тяжелое положение, предложили вариант – переехать в борщи Подольского района, где расположено здание бывшей школы-интерната. Но они боятся. Условия там неподходящие, там нет санузлов в комнатах, там туалет в полы. Люди у нас больные с патологией. После такого отношения часть переселенцев уехала в санаторий «Святые горы» в Донецкой области. Там якобы благоприятные условия для проживания, свет и тепло. Но пока не закончен ремонт. В облгосадминистрации скорый выезд переселенцев из Куяльника считают политической манипуляцией. Сегодня часть людей все-таки приехала, 50 человек. Их в авральном порядке расселяют по санаториям. То есть, в принципе, наши прогнозы сбылись о том, что, к сожалению, люди оказались в который раз заложниками ситуации, чьих-то политических игр, просто и манипуляций. В Куяльнике пока остается около 150 человек. В планах областных чиновников – расселить людей. Для этого предлагают несколько объектов. Село Струмок Татарбунарского района – это для мам с детьми. Гериатрический дом-интернат на Паустовского. Село Мирнополий Арцисского района и Борщеподольского. Анастасия Симонова, Мария Сапкалова, Евгений Руденко, 7 канал.